Здравствуйте! На нашем телеканале «Время новостей». Больничный фильтр. Если вдруг мама с ребёнком обратилась в поликлинику с заболевшим, тогда она может, во-первых, пройти в поликлинику через отдельный вход к дежурному сразу врачу. Готовы ли больницы к эпидемии гриппа? Спонтанная доброта. Есть хорошие вещи. Недавно обувь брала. Экономия в бюджете хорошая. Куда обратиться за помощью? Радиолюбовь. Я люблю тебя. Как прошла вечеринка, посвящённая Дню всех влюблённых? Амичку госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Информация об этом появилась в социальных сетях днём ранее. Очевидцы сообщили, что водитель и врачи скорой помощи были одеты в специальные защитные костюмы и маски и мчались по одной из улиц. В Министерстве здравоохранения эту информацию подтвердили. Амичка находится под особым наблюдением. У неё уже взяли все необходимые анализы. Но окончательного диагноза пока нет. На утро 17 февраля, то есть сегодня, согласно официальным данным, число погибших от нового коронавируса достигло 1770 человек в Китае. За прошедшие сутки умерли 105 человек, из них 100 в провинции Хубей. В мире общее число заболевших – 71 331 человек, вылечилось 10 927. В случае заражения зафиксированы в 29 странах мира. А в Омске уже как две недели введён карантин. Эпидемиологический порог в городе превышен на 30%. Закрыты более 30 школ. Амичи чаще всего болеют гриппом и респираторными заболеваниями. В учебных и медицинских учреждениях проводят утренний фильтр. Что это такое и готовы ли больницы к эпидемии гриппа, расскажет наш корреспондент Никита Иванов. По словам заместителя главврача Натальи Хабибулиной, рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в городе превышен. Но он меньше, чем в прошлом году, примерно на 10-20% в зависимости от участка. Во второй поликлинике имени Скворцова особого приёма пациентов на случай эпидемии нет. Поток людей также, как и раньше, делят на больных и здоровых. Во-первых, все заболевшие дети, они имеют право и делают это вызов врача на дом. То есть обслуживание основной массы заболевших детей осуществляется на домах. Если вдруг мама с ребёнком обратилась в поликлинику с заболевшим, тогда она может, во-первых, пройти в поликлинику через отдельный вход к дежурному сразу врачу, где её дежурный врач осмотрит и назначит лечение. Если ребёнок по какой-то причине не ходил в детский сад, ему нужна справка, то, что он здоров и может посещать детское учреждение, то он проходит в доброчебный кабинет к фельдшеру. Хоть приём и идёт в прежнем режиме, нагрузка на врачей в отдельные дни выросла в два раза. По словам Натальи Хабибулиной, пришлось искать резервы. Мы привлечены ординаторы. Это те, которые у нас после окончания медицинского университета обучаются в ординатуре на узкую специальность. Их привлекаем. Ординаторов сколько? Ну, человек сколько у нас? Пять-шесть. В поликлинике заметны очереди у регистратуры и кабинетов, но посетители не жалуются. Говорят, что долго ждать приходится, если один врач принимает сразу несколько участков. Спасает электронная регистратура и запись по талонам, где указано время. Очень удобная электронная регистратура, поэтому очень удобно. Записались вовремя, пришли, приняли. Когда кого-то из педиаторов нет, и врач принимает два участка, то, конечно, приходится посидеть в очередь. Врач-эпидемиолог поликлиники рассказала, что в школах и детсадах медработники следят за состоянием учащихся, проводят утренний фильтр. То есть выявляют заболевших детей и отправляют их домой, а затем к врачу. Доктор рекомендует детей дома не запирать, а надевать маски не обязательно, даже во время учебы или на улице. Только по желанию. Масочный режим главный санитарный врач города ввел для медицинского персонала. Просто избегайте массового ископления людей. Маска эффективна только тогда, когда непосредственно есть больной, и лучше одеть эту маску на больного. Тем более надо носить маску тоже аккуратно, вовремя менять, через каждые 2-3 часа менять, правильно ее складывать, училизировать, чтобы не было контоминации рук этой маски. Поэтому ее носить без конца нельзя. Также в больницах по санитарным нормам должны проветривать помещение 4 раза в день, проводить влажную уборку 2 раза в день и обеззараживать пространство бактерицидными установками. Никита Иванов, Андрей Кузьмин, Антенна 7. В Омске задержан глава автобазы здравоохранения. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2015 году подозреваемый заключил с подконтрольной организацией договор на оказание транспортных услуг по заведомо заниженной стоимости. При этом услуги оказывались аффилированным юрлицом по рыночной стоимости. Причем с использованием автотранспорта автобазы здравоохранения. По предварительным оценкам, материальный ущерб составил не менее 4 миллионов рублей. 13 февраля главу автобазы здравоохранения задержали и взяли под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается. А в социальных сетях неразбериха. Нет мусорных контейнеров. Плохо. Есть мусорные контейнеры. Тоже плохо. Что не устраивает омичей и какие комментарии оставляют к постам. Ищем самые интересные. Один из постов, связанный с мусорными контейнерами, прилетел в группу ЧП «Омск» прямиком с улицы 3-я станционная. Под окнами многоквартирного дома установили контейнер для мусора частного сектора. Жалуется автор поста. Открывай окно и кидай мусор. Ходить никуда не надо. Советуют в комментариях. И в этой же группе просят помощи и совета. Судя по адресам, все с той же улицы. В районе Старая Московка, по улицам Станционные, ночью появились ржавые кузова, сброшенные прямо в снег. Часто прямо под жилой дом. Управляющая компания молчит. Кто соткрещивается от сопричастности. Ни в одном спине такого нет. Нам устроили несанкционированные свалки на каждом перекрестке. Вот и чистый город. Видимо, властям не важно, что творится на окраине. Что будет возле таких контейнеров весной, даже страшно подумать. Описывает увиденное автор фотографий. Вот только в комментариях такие жалобы вызывают гнев у подписчиков. Мы тут уже чего только не начитались о ваших помоях. Караул. Нет контейнеров. Караул. Поставили контейнеры. Поставили к многоквартирному дому. Плохо. Поставили в частники. Плохо. Далеко от домов нести. Плохо. Близко к домам. Плохо. А в аварийном Омске пишут, что уже собаки охраняют треноги на 10 лет октября перед рыбным рынком. И подтверждают слова фотографий. Они пытаются ее убрать, но у них лапки. Шутят в комментариях. Родители воспитанников одного из детских садов вышли в интернет с жалобой. Во всех детских садах родители добровольно принудительно убираются на площадках детей. Разве не администрация сада должна обеспечить безопасность на прогулках? Нам говорят, что дворник чистит только дорогу от калиток до крыльца. И все. А площадки родители. Пишет анонимный пользователь. В комментариях не поддерживают жалобные речи родителя. 15 минут работы пары мужикам, а слез на весь город. Сработало! Восклицают в паблике инцидент Омск. В выходные там разместили фотографии сугробов, на которых кто-то краской написал Навальный. И вот спустя сутки снег с улицы Бударина уже вывозят. Седьмую Северную всю раскрашу в коричневый. Может, успеют почистить, пока не растаяло. Предупреждают в комментариях. А мы продолжаем следить за активностью омичей в социальных сетях. В Омске сегодня раздают вещи, обувь, книги и даже бытовую технику. Акция проходит в честь дня спонтанного проявления доброты. Горожане могут обратиться по двум адресам. Проспект Мира, дом 35Б и улица Богдана Хмельницкого, дом 132. Отличие от обычного магазина ощущается сразу. Тут не встретишь навязчивых консультантов, не найдешь привычных ценников, не услышишь популярную музыку. Выбирают одежду в тишине, изучают ассортимент безмолвно. Что есть, то есть. Татьяна приходит сюда под каждый сезон, один раз в три месяца. Для ее большой семьи это настоящая находка. Есть хорошие вещи. Недавно обувь брала. Экономия в бюджете хорошая. Если последний раз, то в районе 5000 точно. А что брали? Взяла обувь себе, туфли. Новые, кстати. Ботинки осенние, сапоги зимние. То есть они тоже недешево стоят. Ну и так, детки быстро растут. Сколько у вас их? Четверо. Татьяна едва успевает управляться с домом и воспитывать детей. Работает только муж. И чтобы обновлять одежду для семьи, по прикидкам, женщины нужно хотя бы 1050 в месяц. У Рахельмы скромная пенсия. У дочери ипотека, а сын в Забайкалье. Вот и крутится. На питание, лекарства и на дрова уходит почти все пособие. Трикотажный костюм выбирала. Потом копточки выбирала. Потом им сезонную куртку я выбрала. Хорошие все. Но кто-то и стесняется своего положения. Поговорить с одной из посетительниц удается только на условиях анонимности. Что из одежды берете на ребенка? Ой, ну мы все берем, курточки брали, шапочки брали, ну зимой. А сейчас уже к лету смотрим там футболочки какие-нибудь, лосины. Акция по раздаче поддержанных вещей популярна уже много лет. Для одних это шанс найти что-то для себя и своей семьи без затрат для бюджета. А для других с пользой избавиться от надоевших или устаревших предметов гардероба. Директор Центра соцподдержки Елена Дзюба называет ориентиры для тех, кто хочет принести сюда вещи. В связи с приближающейся сменой сезона, безусловно, мы будем рады принять в дар демисезонную одежду. Это и детская, и женская, и мужская одежда. Всегда востребована, всегда мы ждем это в помощь. Кроме того, обувь, то же самое в ассортименте, любые головные уборы по демисезонной погоде. Только сегодня выбрать и забрать любые 10 вещей можно только по паспорту. В другие же дни многодетным семьям нужно предъявить соответствующее удостоверение, инвалидам справку, а малообеспеченным справку о доходах семьи за три последних месяца. Новая же акция пройдет для женщин накануне праздника со 2 по 5 марта. Евгений Енифанов, Юрий Дорошенко, Антенна 7. О любви говорить никогда не поздно. День Святого Валентина позади, но впечатления о празднике все еще свежи. Лаврадио в Омске устроило вечеринку, на которую пригласило не только влюбленные парочки, но и тех, кто все еще в поиске своего или своей единственной. Музыка, танцы, подарки, поцелуи и признание в любви в нашем сюжете. Популярные мировые хиты – это то, чем славится радиостанция «Лаврадио». И в каждой песне, в каждой строчке, на каком бы языке ни была она, есть слова о любви. Главная галерея в континенте этим вечером превратилась в аллею романтических чувств. Многие влюбленные пары верят в стрелу Амура, отвечая на наши колки и вопросы. – Говорят, любовь живет три года всего. Верите в это или нет? – Нет. – Как сохранить вот такие романтичные отношения, как у вас? – Любить друг друга. – Согласна. – Вы сейчас готовы вновь признаться друг другу в любви? – Конечно. – Пожалуйста. – Я люблю тебя. – Я тебя люблю. И вот всем, кто со сцены не побоялся сказать в присутствии стольких людей самые главные слова – подарки от «Лаврадио» и телекомпании «Антенна-7». Сертификаты в батутный парк, кинотеатр, фитнес-клуб и салон красоты. Татьяна и Алексей уже 15 лет вместе. Преодолели несколько кризисов и теперь уж точно могут давать советы тем, кто только-только строит свою любовь. – Как сохранить вот такие вот романтичные отношения? – Да просто любить друг друга, вот и все. Любить, улыбаться друг другу, хранить чувства и пронести через всю жизнь. – Это вот позиция мужчины, а ваша какая? – Моя позиция такая же. Я люблю его, он любит меня и все. Разговор короткий. – Ну поздравьте с праздником всех хамячей. Ну и себя, может быть, в любви вновь признаетесь. – Ну конечно я признаюсь, в любви люблю тебя. Ну и всех хамячей с праздником. С днем святого Валентина. Всем любви огромной. Любимая радиостанция, огромный привет. И всему городу Омску привет. Этот вечер подарил нескольким парам ужин в одном из самых известных ресторанов с видом на любимый город. Ну и что может быть романтичнее полета на воздушном шаре? Лаврадио и Антенна-7 дали и такую возможность влюбленным мячам. Денис Уона, Сергей Пайхалов, Антенна-7. Зрелищные и техничные поединки в новом турнире по муай-тай серии 1 на 1. В ринге соперничали более 50 спортсменов. Слово моему коллеге Владимиру Истомину. Битва со старта, мидл-кик в корпус, резкий ответный выпад, скоростные атаки, взрыв, два классных удара по прямой под названием тип, ажиотаж, аплодисменты болельщиков. Самый яркий поединок турнира, бой в категории для спортсменов 16-17 лет. Олег Валуйский, он в синем шлеме, сразился с Данилом Почекуевым. Рубка, напористые атаки Олега Валуйского, яркая техника муай-тай, хайкики ногами в верхний уровень, пробивные серии ударов коленями, выпады локтями, боковые удары в клинче, подсечки, динамика, напор, жесткие волевые контратаки соперника, взрыв во втором раунде. Валуйский прибавил движение, подобрал удобную для себя дистанцию, мощная серия ударов, красивые атаки на финише, поединка, победа. Очень рад, что победил в этом турнире. Этот турнир помогает развивать бойцам свое мастерство и хорошие бойцовские качества. Я хочу сказать большое спасибо своему тренеру, Кириллинскому Олегу, и то, что он подготовил меня к этому турниру. И секундампу Гриберовскому Александру, то, что подсказывал мне, и подсказка, что было очень хорошо. Ураганный темп финальной схватки девушек. Елена Дятлова, спортсменка в красно-белой форме, сходу устремилась в атаку. Серия техничных ударов, миддл кик в корпус, атака локтем, взрывная серия ударов руками, мощная поддержка болельщиков. Спортсменка отлично начала сезон, завоевала серебро в разыгрыше Кубка России, улучшает свою технику. Несколько классных оверхендов левой рукой поверх защиты соперницы, два нокдауна, досрочная победа. Мы с моим тренером Татьяной Кудринской разработали новую связку. Ножка, удары руками и завершаем тоже ножкой. Сегодня у меня удары ручками прошли, я пробила защиту. Захватывающие поединки юных бойцов спортсменов 10-11 лет. Напористые динамичные атаки, разнообразной серии ударов, тайский стиль. Даниил Жогликов блестяще атаковал коленями в клинче. Отличный турнир, я его ждал. Я к нему готовился. Я хотела на самом деле показать больше. Я собирался поймать ногу и подсечь, чтобы он упал и постараться, чтобы это был нокаут. Но поскольку так не вышло, я решил, что буду работать больше ногами, коленями. Захватывающие поединки юных бойцов спортсменов 10-11 лет. На пористые динамичные атаки, разнообразная серия ударов, яркий напряженный спор в поединке одноклубников. Ивана Минина, боец в синим шлеме Илья Аникина. Вертушки, лоу-кики, быстрый просчет дистанции, серия ударов в корпус, клинч, атаки на встречных курсах. Иван Минин сумел взвинтить темп. Комбинированные удары, разрыв дистанции, развитие атаки, резкие точные удары. Победа по баллам 2-1. Активно выступал на этом бою. Я бил связку передняя рука и правый лоу-кик. А также я использовал против него колени. Я брал его в клинч и бил его коленями и пытался сбить с ног. Также я использовал, и я бил часто его типами и добивал его правой рукой. Школ эмоций в поединках самых юных бойцов турнира спортсменов от 7 до 9 лет. Волевые поединки, отличный настрой, битва за инициативу, большое желание победить, навязать сопернику свою волю и тактику. Каждый из юных спортсменов продемонстрировал свои атаки. Кирилл Мерзунов отлично нагнетал темп, чередовал связки ударов, правый прямой, левый боковой в корпус и наоборот. Следом лоу-кик выиграл золотую медаль соревнования. Я очень люблю муайта, из-за меня болели мама и тренер. Я бил хорошие удары и принял все, чтобы получить медаль. Следующее соревнование из серии 1 на 1 пройдет в Омске 27 февраля. Это будет профессиональный турнир. В ринге центра единоборств сразятся бойцы муайта из России, Бразилии, Азербайджана и Таджикистана. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7. Более 300 бойцов из России и Казахстана соперничали в открытом Кубке Омска по панкратиону. В памяти заслуженного тренера России Владимира Зборовского. Знаменитый наставник подготовил 15 чемпионов мира. Среди них такие известные бойцы, как Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Александр Сарнавский. О самых ярких моментах соревнования расскажет Владимир Истомин. Мощные динамичные атаки, жесткие серии ударов, стремительные переводы в партер, эффектные борцовские приемы, битва во всех решающих схватках соревнования. Отличную технику продемонстрировали бойцы из разных команд. Лидеры по числу побед спортсмены авторской школы «Шторм» Александра Шлеменко. А мячи взяли верх четырех в возрастных категориях турнира из пяти. Ярко представили самые выразительные черты того стиля, который разработал Владимир Зборовский. Лучшую технику продемонстрировали ведущие бойцы. Евгений Щербаков, он в синих шортах, и Максим Макаров. Два раунда боксировали на одном дыхании. Блеснули разнообразием ударной техники, напор, давление, жесткие панчи по разным уровням, битва характеров. Щербаков вырвал победу за счет опыта. Станислав Набаян действовал тонко, изобретательно. Грамотный выбор позиций, натиск, давление, обманные движения, мгновенные атаки в свободные зоны, удары, переводы, доминирование в партере. Соперник спортсмена из Казахстана сосредоточился на защите и контрвыпадах. Станислав Набаян провел несколько ярких, скрытых атак, выиграл золотую медаль соревнования. В бою понравилось, что получалось обходить все контратаки соперника. То есть внизу в партере на болевые какие-то и в стойке, то есть тоже я не уступал. Что-то пытался обмануть, сам попасть. Касказ зрелищных поединков в споре бойцов 16-17 лет. Динамичные атаки, резкие техничные серии ударов, много вертушек, броски, переводы, яркое соперничество в партере, борьба за инициативу. Две красивые победы. Владислав Марченко из омской команды «Аскен» переворотом вышел на добивание. Взял верх над Максимом Петровым из клуба «Сатурн-Профи» спортсмен омского кадетского военного корпуса. Аганес Петросян одним движением превратил сложную позицию в выигрышную. Взял плотный захват, победил удушающим приемом. Когда он мне сделал проход, я понял, что если первый раз у меня не получилось, то второй раз обязательно получится. Я дал ему понять, что я смогу сделать это. И я сделал. В перерыве между финалами – церемония открытия. Представление команд, минута молчания, возложение цветов. Почтить память знаменитого тренера пришли люди разных возрастов. Все вспоминали лучшие качества наставника. Его профессионализм, бескорыстие, любовь к детям. Важные слова сказал Александр Шлеменко. Сам Владимир Анатольевич, он всегда вспоминал всех, кто были до него. Всех, кто ему проложил дорогу. Точно так же и мы сейчас не должны забывать и о нем, и о других ребятах. И я думаю, то подрастающее поколение, которое мы воспитываем, еще приумножит все наши усилия и вспомнит и сделает еще намного больше, чем мы. Быстрый прогресс юных спортсменов, бойцов возрасте от 12 до 15 лет. Рост цепь талантов, напор, желание, самоотдача, большой арсенал приемов. Конкурентные поединки, красивые победы одержали спортсмены из разных регионов. Среди мячей отличился победитель первенства мира по ММА, боец школы «Шторм» Назар Бекмагомбетов. Спортсмен выиграл финальный поединок молниеносным болевым приемом «Замок на руку». Боец из Томска Михаил Гагарин блеснул целой серией борцовских приемов. В финале за счет активности выиграл у спортсмена из школы «Шторм» Ивана Михайлюка. Я пытался его держать на дистанции, а потом, когда он начал атаковать, я воспользовался своей борцовской техникой и бросал его за счет его атак. Триумфа мячей в младшей группе. Отличная подготовка, универсальный стиль, быстрый переход от атак в стойке к борьбе и наоборот. Четыре золотые медали завоевали спортсмены школы «Шторм», одну боец клуба «Аскен». Почти идеальную технику продемонстрировал штормовец Савелий Семенов. Мощная серия ударов, подхваты, броски, добивания в партере, победа в соревновании. Я сегодня бился в стиле школы «Шторм», активно наступал, добивал, доминировал. Соперникам во всех позициях, в которых я оказывался, что в партере, что в стойке. Следующее соревнование у бойцов – чемпионаты первенства Сибирского федерального округа по ММА. Турнир пройдет в середине марта в Барнауле. Владимир Остомин и Юрий Дорошенко, Антенна 7. Антенна7.ру, а еще наши страницы во Вконтакте, в Фейсбуке и Инстаграме. Заходите, шерьте, репостите, ставьте лайки и, конечно же, смотрите наши выпуски, в том числе и в интернете. Новости. Официальная группа Вконтакте. «Красные маки», «Карнавал», «Песняры» в ретро-шоу «Мы из СССР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова